Армяно-американский тандем в контексте совместных военных учений обсудим с гостем на прямой связи с нашей студией Виталий Арьков, политолог, основатель экспертно-аналитической сети Политрус. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Армения и США, вот как мы видели из сюжета, проводят военные учения. Они проходят на территории Армении, страны, фактически являющейся членом УДКБ, вместе со страной НАТО. Не раз Ереван отказывался принимать участие во встречах в рамках УДКБ и явно тяготеет в сторону Запада. Вот как на это смотрит Россия и возможны ли какие-то ответные шаги со стороны Москвы? Да, формально эти учения подходят под флагом миротворческих сил уже второй год подряд. Мы понимаем, что это прикрытие, что это обычное сопряжение двух армий проходит тактически. И такие посылаются месседжи соседям в Азербайджан, в Россию, в Иран, даже отчасти в Турцию. И, конечно же, это не нравится соседям, потому что это вызывает тревогу. Я соглашусь с коллегами, что сейчас Армения, конечно же, как и уже слабым звеном в регионе, ее используют американцы и в целом НАТО для закрепления в регионе, для продвижения своих интересов. Что касается того же прикрытия миротворческих, год прошел с прошлых учений, я не припомню, чтобы армянские силы миротворческие где-то участвовали в каких-то операциях миротворческих. Есть совершенно серьезные предпосылки, и на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, о том, что и Армения будет возможно использоваться как плацдарм для военной агрессии против Ирана. И пригодятся, наверное, обученные армянские военнослужащие для миротворческой, в кавычках, естественно, операции в Иране, когда возникнут ситуации гражданской войны, которую пытаются там организовать западные силы, прежде всего в США. Мы это видим отчетливо последние несколько лет. Чего все-таки добивается Армения? Сегодня Ереван и Москву связывают очень многое. Разорвать эти связи, что по факту сейчас невозможно, оставаясь в экономической блокаде из-за отсутствия ложных коммуникаций, Еревану грозит тем, что он останется ни с чем. А как показывает история, Запад действует лишь в своих собственных интересах и несет хаос и разрушения в страны, которым собиралась помогать. Об этом говорят другие российские эксперты. Неужели в Армении не видят такой опасной тенденции? Я бы, наверное, все-таки разделил армянское общество, армянский народ и нынешнее руководство Армении, потому что это совершенно два разных направления, идущие в разрез. И нынешнее руководство Армении, Пашинян, команда Пашинян, формальным лидером, которым он является, ну и смело называть, что это люди-предатели армянского народа. В свое время господин Пашинян и его команда была заведена на высшие посты в Армении с определенной целью. Это марионетки. Те задачи, которые они выполняли, безусловно, конечно, приятны в Азербайджане, поскольку это позволило вернуть контроль над азербайджанскими территориями, которые были ранее оккупированы Арменией. Но потом, как любая марионетка, Пашинян и его команда поменяла кукловода собственников, хозяев. И сейчас они переметнулись на Запад. И то, что сейчас происходит, это, естественно, во вред армянскому народу и будущему Армении. Мы это видели на премьере Украины, к чему это приводит в итоге. Сейчас миротворческие сопряжения, потом появится полноценная военная база, потом Армения начнет раскачивать и франшистские настроения в отношении ранее оккупированных территорий Азербайджана и так далее. Я не исключу, что Ириван ранее обращался за просьбой к Франции о военной помощи. Сейчас они обратятся к Америке, чтобы поставить на границу с Азербайджаном якобы американских миротворцев. Вот действительно, сейчас идет явная милитаризация Армении. Многие эксперты предлагают смотреть на поставку оружия из Франции и Индии и проведение совместных учений США как на один общий процесс. Если вы тоже видите такую связь, в чем цель? То есть эскалация или просто закрепление на этих территориях Запада? Да, совершенно верно. Это закрепление, это форпост. Формируется сейчас, используя вот такое мариноточное руководство Армении, которое придало национальный интерес страны, который на крючке находится сейчас у Запада. И, конечно же, это прицел на будущее, как я говорил выше, угрозы для... В первую очередь, конечно же, для Ирана. Прямая угроза, военная угроза. То есть именно территория Армении будет использоваться как плацдарм. Потому что, несмотря на то, что Турция формально является членом НАТО, неоднократно руководство Турции обозначало, что оно не будет участвовать ни в каких военных операциях против Ирана, потому что прекрасно понимает, к чему это приведет. К новой войне, третьей мировой в этом регионе. Армения, совершенно верно, руководство Армении, это люди беспринципные, поэтому от них можно ожидать все, что угодно. И, конечно же, это посылы Москве, потому что Армения всегда считалась, наверное, главным представителем интересов Москвы в регионе. Хотя, на мой взгляд, конечно же, более тесные, более продуктивные и даже уже братские отношения между Москвой и Баку, все-таки, между чем Арменией. Эти отношения равны между Москвой и Баку. Ну вот, считалось, что Армения, и поэтому сейчас именно на Армению все силы направлены, чтобы выбить ее, скажем так, с орбиты Москвы. Кстати, вопрос есть к действиям Соединенных Штатов. Недавно в Вашингтоне была проведена встреча глав МИД Азербайджана и Армении при участии американской стороны. То есть, мы видим, что в Соединенных Штатах говорят о необходимости подписания мира между Азербайджаном и Арменией. И с другой стороны проводят учения с армянскими военными, что фактически может разжечь реваншистские настроения. Вот как это можно объяснить, на Ваш взгляд? Ну, двуличие, циничность американского руководства давно известна. И они говорят одно, явно политики, потом звучат другие совершенно слова. Мы неоднократно слышали обвинения, в том числе и от европейских политиков, и от американских политиков. Я имею в адрес Баку, который, на мой взгляд, удивительным образом превращает страну-агрессора, я имею в Азербайджан, что-то ему угрожают, требуют от него, хотя страна-агрессора последние годы 30 была именно Армении. Сейчас с ног на голову все переворачивают. Понятно, что это давление на США, вернее, со стороны США на Азербайджан. И во многом, во многом, конечно же, это в ответ на позицию Азербайджана, на его независимость во внешней политике, на его отказ от участия в антироссийских санкциях, на его, опять-таки, отказ участвовать в каких-то там действиях против Ирана, деструктивных, такие, как сейчас говорят в молодежной среде, ответочки. США в целом продвигают идею о том, что именно они могут способствовать подписанию мира между Баку и Ереваном. Азербайджан не раз, в свою очередь, заявлял, что посредники в переговорах не нужны, стороны способны решить разногласия самостоятельно, что и показывает практика. Так какова роль США в этом вопросе, так как все-таки стороны соглашаются встретиться в Вашингтоне? То есть это своего рода просто площадка для встречи или все-таки, возможно, активная роль США? Ну, совершенно мудро Баку использовать любые возможности, любые предложения для того, чтобы проводить встречи с ереванской стороной, да, то есть с оппонентами. Потому что любой диалог хуже войны. Даже тот, который ни к чему не приводит, потому что есть, по крайней мере, возможность услышать друг друга и пытаться куда-то продвинуться в мирном урегулировании. Из всех тех, кто занимался мирным процессом на Южном Кавказе, наибольшие результаты, и мы это видим, у Москвы. Это окончание Второй Карабахской войны, это подписание важных документов и их реализация, несмотря на все попытки саботировать стены Еревана, все-таки подвижки есть, да, идет и вопрос демаркации границей и возвращения определенных сел, да, им состав Азербайджана. Ранее, например, свои мертвозные услуги предлагал, озвучивал Париж, да, и мы все прекрасно видим, к чему это привело, к поставкам вооружения в Армению, причем это выражение наступательное, переброски военных в Армению и заявление о том, что даже введение полномасштабного военного контингента якобы для спасения Армении от азербайджанской агрессии. Я совершенно не удивлюсь, если за мирными инициативами США последуют те же самые действия. Получается, в их понимании миротворчества это усиление военной мощи одной из стран. Да, к сожалению, мы это видим на практике. Большое вам спасибо, что подключались к нам. На прямой связи с нашей студией был Виталий Арков, политолог, основатель экспертно-аналитической сети ПолитРУС. Продолжение следует...